Привет всем, меня зовут Люба. Сейчас я работаю в компании Alamoda в роли Кей. Более чем за 5 лет поработала в нескольких компаниях, где был опыт тестирования ритейла и банковского ПО. Сегодня я хочу рассказать вам о некоторых особенностях процесса интеграционного тестирования, которые я использую и могут помочь вам сделать у себя этот процесс лучше и качественней. Некоторые кейсы, о которых я расскажу, универсальны для всех интеграционных сервисов, а некоторые применимы для тех, по типу которого я сейчас тестирую. Называется сервис BOP. Это ордер процессинг, сервис по обработке заказов, который поступает с сайта Alamoda. Он уступает по подобию шины, он хранит всю информацию по заказам, обрабатывает и передает другим сервисам. И почти каждое изменение, которое касается интеграционных обменов, относится и к моему сервису. Именно поэтому часто мне приходится проводить интеграционное тестирование. Итак, про какие же особенности хочется рассказать. Когда мне стоит интеграционно тестировать несколько сервисов, от трех и более, и среди них можно выделить группы, которые можно изолированно протестировать интеграционно, то я разбиваю на блоки. Например, среди представленных сервисов можно разбить на один блок, второй и третий. И для третьего блока обмен – это результат выполнения в первом блоке и во втором. Сценария оформляю по такому же принципу. В правой части слайда это список тестовых наборов, в названии которого отображена какая цепочка сервисов будет проверена, ну и нумерацию этих блоков. И в левой части слайда это уже сами тестовые сценарии, которые входят в тестовый набор. Зачем это нужно? Формируется четкая структура сценариев, экономит время, потому что параллельно сразу можно проверять несколько интеграционных цепочек обмена и также помогать в планировании ресурсов, так как сразу видно, сколько времени от каждого сервиса тестировщика понадобится для участия в интеграционном. Еще я использую именованные проверки. Что я под этим подразумеваю? В сценариях я не просто указываю проверку, ее результат, а обязательно указываю название сервиса, кто будет инициировать эту проверку и кто будет проверять у себя результат этой проверки. Я обычно обозначаю одним цветом один сервис, то есть для каждого сервиса какой-то присваиваю цвет и указываю в начале каждой проверки и в результате эти названия. Зачем это делаем? Опять же, именованные проверки экономят время. Участникам интеграционного удобно сразу видеть четко, что каждый сейчас должен делать, что проверять. Также они сохраняют историю проверенных обменов между сервисами. Удобно спустя время вернуться и проверить, какой кейс проверяли между определенными сервисами. И также помогают в планировании ресурсов. Еще нагляднее видно, сколько времени потребуется для тестирования каждого сервиса. Также я использую 4S-Review, проверка в четыре глаза дословно. И именно согласовываю интеграционные тестовые артефакты. Это могут быть задачи в жире, тест-планы, тестовые сценарии, чек-листы и так далее. Все, что есть из артефактов для интеграционного. Согласовываю с аналитиком и тестировщиками, с тестировщиками от сервисов, которые со стороны своих сервисов примут участие в интеграционном тестировании. Почему это дело? Очевидно, что чем больше людей заглянули в эти артефакты, тем меньше вероятность, что будет что-то упущено. Также я могу много знать о своем сервисе, но о смежных сервисах какие-то нюансы могу уже не знать. И, конечно же, был в практике случай, который в очередной раз меня убедил в том, что согласовывать необходимо. Была сделана доработка в трех сервисах по добавлению элементарно одного нового поля. Каждая команда завела в жире задачу с тем, что какое поле добавлять, с каким типом данных, с каким названием. Доработка была сделана, мы приступаем к интеграционному тестированию и на первую же проверку у нас фейлится. Начинаем разбираться, в чем дело, что как. И выясняется, что каждая команда в своем сервисе сделала название синтаксически по-разному. Где-то с маленькой буквы, где-то с заглавной, где-то через нижнее подчеркивание. Еще я использую в своей практике подход по отслеживанию событий в ходе интеграционного тестирования. Под событиями я подразумеваю такие моменты, как организационные проблемы, это могут быть коммуникации, технические проблемы, это настройка тестовых средств, например, и обнаружение особых дефектов, с которыми я считаю, что нужно обязательно поделиться со своими коллегами. Когда обнаруживаются такие события, мы собираемся командой в одно время, в одном месте, обсуждаем наши проблемы, анализируем, что было сделано не так, как можно избежать, или как уже этого избежали. Обязательно фиксируем это на общей странице, которая будет расшарена для всех, и делаем определенные выводы. Это нужно для того, чтобы перед очередным интеграционным тестированием или новой итерацией в рамках уже текущего интеграционного смотреть на особые кейсы, которые обсуждались, принимать их во внимание и не наступать на те же грабли. Давайте далее рассмотрим интересный случай из моей практики, натолкнувшись на который, я сделала определенные выводы для себя, и хочу с радостью с вами ими поделиться. Кейс первый. Нам дано три сервиса, два обмена, один синхронный, второй асинхронный. Обмены должны выполняться по порядку, сначала первый, затем второй. Была сделана доработка передачи нового поля, назовем его NewID, между всеми сервисами. Суть обмена в том, что второй сервис передает третьему в обмене это новое поле, третий сервис получает, сохраняет у себя это значение, и третьему сервису необходимо заранее знать значение этого поля для корректной обработки уже обмена от первого сервиса. На тестировании произошло следующее. Сервис второй затормозил со своим обменом, и в итоге второй обмен выполнился раньше первого, из-за чего третий сервис не смог корректно обработать запрос от первого сервиса, поскольку у него не было как раз данных по новому полю NewID. Казалось бы, когда мы видим эту схему перед собой, то становится очевидно, что такой тест нужно проверять безусловно на интеграционном тестировании, но в ходе работ по интеграционному тестированию не видя всех этих блок-схем и в суете задач, разбираясь одновременно с кодом, с тестовыми данными, можно упустить этот момент. Поэтому в копилку интересных, важных кейсов я себе это отметила, что необходимо не вызывать по порядку, как задумано архитектурой, системой, а нарушать порядок обменов и проверять это на интеграционном. Кейс 2. Нам дано два сервиса и сделана доработка по добавлению новой валидации кода и текста ошибки для этой валидации. Интеграционное тестирование не было организовано, так как посчитали, что доработка не критична, можно проверить это функционально с заглушкой. Заглушки, безусловно, это важный атрибут интеграционного тестирования, не должны максимально соответствовать реальной функциональности, которая задумана. Что получилось на деле? Когда доработка вышла в прот, то первый сервис второму ответил ошибкой, который тот не смог обработать. Стали разбираться, от чего произошло такой момент. И выяснилось, что в документации было зафиксировано текст и код ошибки одного вида, проверялось на функциональном тестировании с заглушкой по таким же данным, но при разработке внесли изменения, которые не были нигде зафиксированы. Это организационный момент, безусловно, но в суете проектов такое случается, и некоторые изменения не фиксируются нигде, а лишь обсуждаются устно. Поэтому опять же добавил этот кейс в свою копилку о том, чтобы проверять кастомные ошибки на интеграционном тестировании без заглушек. Третий кейс про допонтентность обменов. Так я выглядела, когда училась выговаривать это слово. Допонтентный запрос это запрос, эффект которого от многократного выполнения равен эффекту однократного выполнения. Сейчас я столкнулась с тестированием сервисов, которые связаны с финансовыми транзакциями. Это возврат денежных средств за товары, это предоплата заказов на сайте. И стало важно проверять ту самую допонтентность обменов, чтобы убедиться, что финансовые транзакции, то есть обмены выполняются единожды, даже если каким-то образом их вызов был многократным. Важно проверять допонтненность в моем случае вот с финансовыми транзакциями, так как проблемы в адрес клиента связанные с финансами могут повлиять на репутацию компании, а также повлечь проблемы, например, в виде штрафов. Также добавила в свою копилку этот кейс. если у вас, как у меня, много сервисов, которые связаны интеграционно, вам наверняка знакома такая проблема, что невозможно часто релизить новые изменения одновременно в нескольких сервисах, в которых необходимо. В таком случае необходимо тестировать обратную совместимость, то есть проверять то, что изменения новые в одном сервисе продолжат корректную работу со вторым сервисом, в котором еще нет этих новых изменений. Также этот кейс проверяю интеграционно без заглушек. Для оптимизации времени, ресурсов и процессов по интеграционному тестированию я разбиваю на блоки группы обменов, добавляю название сервисов, описание проверок и провожу встречи для обсуждения особых кейсов в любое время, когда это нужно, даже вне зависимости от сроков спринтов и итераций. И также не забываю проверять подводные камни интеграции. Это виды обмена, в кастомной ошибке, допатентность и обратная совместимость кейса, о которых я рассказывала. На этом все. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Андрей, Mail.ru Group. Вы разбиваете ваши тесты на разные блоки. Мне интересно, проводите ли вы end-to-end тесты и как часто? Спасибо. По n-to-end тестами вы подразумеваете полную цепочку уже без разбивки на блоке. Правильно? Конечно, проводим. Обычно это один прогон, когда уже на последней итерации интеграционного тестирования. до этого, если возможно разбить, то сначала проверяются отдельно. Скажите, пожалуйста, вы сталкивались с такой ситуацией, когда сервис, по сути, представляет собой множество различных вариаций, которые к ним могут приходить. В соответствии с разной документацией эти вариации будут разные. Как вы тестируете совместимость, то, что между собой они нормально работают? Понятный вопрос? Ну, думаю, что да. То есть, это же известно, какие там же нет непредсказуемых моментов. Ну, смотри, то есть, есть сервис, да, есть метод. Соответственно, для разных МРФов, допустим, для Урала там один набор параметров, для там Сибири другой набор параметров и так далее. Вот при этом как бы документация по части сервисов есть, по части нету. И при этом как бы непонятно, какой набор в итоге должен быть, ну, может быть, пересекаться между собой. Как вот здесь комбинаторику проверяете? я думаю, я думаю, что прежде чем выйти на интеграционное, это проверяется функционально, составляется набор вот этих тестовых сценариев или кейсов, какой-то чек-лист, и уже с этим выходим на интеграционное тестирование, когда нам четко понятно все же, что мы будем проверять. Здравствуйте, меня зовут Саша. У меня такой вопрос. Вот в интеграционном тестировании, когда вы описывали кейс, когда одну и ту же переменную назвали разными именами, вот есть ли особый подход, который позволяет выявить такие ошибки и отличить их от других ошибок, например, совершенных при разработке? Ну, здесь получилось так, что каждая команда завела в своем проекте для разработчика задачу с разными названиями не согласовали, то есть это организационный момент безусловно и подходы это выявить кроме как на интеграционном я пока не нашла. Ну, есть, конечно, это заранее посмотреть, наверное, кому-то одному, кто пройдется по этим задачам в каждой команде каждого проекта проверит и справит, но на тот момент у нас не было такого человека. Здравствуйте, Люба, спасибо большое за доклад. Меня зовут Полина, у меня следующий вопрос. Какую методологию декомпозиции вы используете при разбиении функционала на блоке? То есть, каким образом побить на блоке таким образом, чтобы это было эффективно, ничего не потерять и не сделать дублирующую работу при тестировании? есть обмен между несколькими сервисами. Далее смотрим, какие группы, то есть, они должны быть обязательно изолированы. То есть, пересечения не должно быть, но они могут быть, если, например, какой-то участок, цепочки используются в нескольких кейсах. То есть, например, есть сервис 1, и для него продолжение интеграционной цепочки это 2-3. Ну и также есть 4-й сервис, для которого тоже продолжение будет 2-й и 3-й сервис. Тогда, да, могут повторяться, но цепочки все равно проверяются так вот отдельно. То есть, минимизировать вот это повторение довольно сложно? Ну, зависит от системы. Все очень индивидуально. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос по набору тестовых сценариев. Вы тестируете каждое взаимодействие каким-то определенным набором проверок, то есть, я имею в виду, это позитивный кейс, кейс с бизнес-ошибкой, кейс с недоступностью другой системы, то есть, у вас есть какой-то определенный набор для каждого конкретного отдельно взятого взаимодействия? Тоже по-разному. Зависит от объема интеграционного тестирования, от сервисов, которые там участвуют. Могут готовиться как тестовые сценарии с подробным таким набором, что тут мы проверяем негативные какие-то кейсы, где-то положительные. А это может быть и в целом чек-лист для всего интеграционного тестирования. необязательно именно тестовые наборы. Все тоже от раза к разу меняется. Уже по ситуации ориентируемся, сколько есть времени на то, чтобы это все разрабатывать и подробно описывать. Или его может не быть, и тестировщик владеет большой экспертизой и достаточно составить чек-лист. кейсов. Здесь вопрос был не в форме представления кейсов, а больше именно состава кейсов. То есть, какие именно кейсы вы используете для каждого взаимодействия? проверяем на интеграционном в основном позитивные кейсы из негативных минимально. Негативные в основном проверяют с заглушкой ранее. Спасибо. Здравствуйте, Мария, компания Transas. Подскажите, пожалуйста, чем обуславливается начало итерации интеграционных тестов? То есть, это у вас есть какое-то расписание или это исключительный регресс или с введением новых фич? По какому расписанию вы работаете? Интеграционно в основном организуется, когда делаются новые доработки. Как только они сделаны в нескольких сервисах и проверены ранее отдельно каждым тестировщиком заглушкой, далее организуется уже командное интеграционное тестирование с участием тестировщика от каждого сервиса, который будет участвовать. И определяется, сколько понадобится времени для этого, со всеми согласовываться, чтобы этому каждому тестировщику по ресурсам было выделено время. А финальное тестирование end-to-end вы делаете в течение проекта несколько раз или только в конце проекта? только в конце. Понятно, спасибо. Спасибо за внимание. Поблагодарим нашего докладчика. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ